Средний город. Средний город это самое большое обиталище бомжей, потому что в Аптауне, который находится у меня слева, их нет. И в Мидтауне их тоже намного меньше. В Даунтауне, в деловом центре. Сейчас едем по 40-й улице. И поворачиваем, едем в сторону Бродвея. Здесь в двух блоках, вот в той стороне находится Таймс Квер. Он хво-фи... О-ля-ля-ля-ля-ля, исполняет. Вы перед собой увидите господина черного. Он здесь... Так, поехали. Окей, герл. Так, едем по 40-й улице в сторону Бродвея. Я буду выдвигаться в сторону Соха. Район Соха хороший, богатый, красивый, приятный. Съемки сегодня будут в самом центре Нью-Йорка, в Вашингтон-сквер-парк. Там прикольно. Но я там никогда не был, мне рассказывали, что там прикольно. Едем по 40-й улице. У нас идут с севера на восток, у нас идут авеню. С запада... С севера на юг у нас идут авеню. С запада на восток идут улицы. Сейчас я еду в сторону востока. В сторону востока на 7-й авеню я сейчас. И поворачиваю на Бродвей. Здесь куча всяких забегаловок еды. Забегаловок еды. Опа. Так, и сейчас мы поворачиваем на Бродвей. Бродвей в Гордвей. Люди сидят, кайфуют. Сегодня ланч тайм. Я еду около часа дня. Небольшой смог. Смердит травой. Все как обычно. Классика жанра. И перегорелыми сосисками у ребят из хот-дожных. И так мы будем двигаться где-то около 2-х миль по Бродвею. И потом по 5-й авеню. Я уже довольно неплохо изучил город. По крайней мере на... По крайней мере Манхэттен. Дальше там Бруклине я знаю только... Не очень хорошо я в Бруклине знаю. А то, что прилегает ближе к Манхэттену. Бруклин и Квинс. Сегодня у нас с вами 11 октября. Все еще тепло, но оно подходит к концу. Оно подходит к концу. И скоро начнется не очень погода. 40-50 градусов по Фаренгейту. Это по-нашему где-то около 10. Сегодня у нас будет 20. Я сегодня в легенькой маечке. И они идут им по... Мы приближаемся к Геральт Сквер. Геральт Сквер тоже большая такая хаб, на котором находится большое... Самый большой... Один из самых больших в мире... Один из самых больших в мире универмагов. Вот он. Мэйсис. Вот он начинается вот там и заканчивается вот здесь. 8 этажей. Под землей еще 2. Магазинов. Там есть все, что угодно. Что вашей душе нравится. И сверху у нас самый символ Нью-Йорка Empire State Building. Я надеюсь, вы его видите. Empire State. Мы в нем еще, ради справедливости сказать, никогда не были. Но еще не вечер. Он очень хорошо виден со смотровых всех площадок других. Что является, наверное, самым главным. Минусом Empire State Building. Потому что на нем не видно Empire State Building. Я вот здесь вот люблю посидеть. Справа от меня. Здесь, в этот район, я часто приезжаю на тесты. Так что я здесь бываю довольно часто. Бываю довольно часто. Пешеходы здесь не обращают внимания на автомобили и на едущие другие транспортные средства. Им абсолютно плевать. Так, куда? Где мы? Так, нам дальше на Бродвей еще ехать надо. Ну, 25-й нужно будет свернуть. Мы сейчас на 33-й. Уехали. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... В Нью-Йорку. Есть электрические, есть обычные. В год стоит подписка на него 180 долларов. Одна поездка стоит, как поездка на метро. Если покупать уже подписку, то это выгоднее всего. Они работают... Кто знает, в Минске они не работают, как колобайки. Они не стоят нигде. Вот здесь зарядные станции. Но я даже еще ни разу не пробовал, как на них управляться. Так. Немножко напряжно ездить в самом центре, когда людей много. Но тут скорости маленькие. В том числе и у машин, и у всего остального. 26-я. Теперь нам нужно смирнуть на 5-ю авеню. 5-я авеню – это Нью-Йоркская улица шикарных, великолепных магазинов и шоппинга. Там есть все, что в вашей душе может быть угодно. От автомобилей до домов и великолепной одежды. Едем, едем, едем. Едем, Серега. 25-я улица. Еще один марк. Лендмарк на карте Нью-Йорка. Сейчас мы завернем. И вы его тоже должны будете увидеть. И вы его узнаете. 5-я авеню. Ух, а я по встречке еду. Серега едет по встречке. Flat Iron Building. Здание утюг. Оно сейчас на реконструкции, но не выглядит как с картинки и рекламной открытки. Но это оно. Вот это Мэдисон парк. Там ратуша, а это Flat Iron Building. Мы здесь были в первый день, когда приехали. А ладно, я поеду. У меня на пятую надо. Не, не на бразвей. Поехали. Flat Iron Building. Вот перед вами типичная униформа и экипировка доставщика. Они всегда с такими штуками едут. Либо на багажнике, либо на спине. Батарейки, они бывают, таскают одну с собой. Еще одну дополнительную. И можно за день проехать около 100 миль. Они большие. Мой, для сравнения, мой проезжает, если только на электрической силе не самокат, а велосипед, около 20 миль. Если подкручивать, на пятой скорости до 27. Так, спокойно, спокойно. Едем. Ох ты, он быстро едет. О, прикольно. Вот в этих районах я не бываю уже. Вот это что-то среднее между мидтауном и таунтауном. И я вот именно вот здесь, я бываю редко. Так что просто смотрите на происходящее. Я, возможно, запущу сейчас таймлапс. Вы не обращайте внимания, что едут на красный. Здесь так заведено. Так надо. Так задумано. А вот тут не задумано. Мой самокат не разгоняется больше 20 км в час. Это на имперские 12 миль в час. И по заявлениям производителя должен проехать тоже 12 миль. Но я в этом сомневаюсь. Наверное, это рассчитано на людей, которые меньше едят шаурмы. Так, 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 так. Аккуратно. Чем ближе к даунтауну, тем старее здание. Потому что заселение и застройка Нью-Йорка начиналась именно с даунтауна. Вау. Газует, газует. Светофоры здесь в Нью-Йорке игнорируют пешеходы и велосипедисты, как вы можете понять. Машины еще более-менее. Потому что их тут частенько штрафуют. А вот это специально обученные люди, которые стоят на входах на стройку и со знаками целыми днями. И это их работа. И они за это получают, не знаю, ну, пятнашку точно. Может быть, двадцатку в час. И вот, смотрите, вдалеке уже World Trade Center появился потихонечку. Так, куда дальше? Если меня сейчас не собьют, блядь, здесь. Я даже не знаю, что это. Я даже сейчас специально поеду, посмотрю, что это такое. Красиво здесь. А здесь ни разу не было еще. Так, надо свериться с картой, куда мне ехать. Так, мне три блока в ту сторону и на... Право. Три блока в ту сторону и на право. Окей. Давайте проедем мимо этих народцев. Друга себе здесь народа. Ну, это люди радуются последним теплым денькам. Это я вам отвечаю. Потому что скоро здесь будет не так весело. Все-таки здесь зимы. Они хоть и не такие холодные, но они ветреные. И очень-очень не очень. Так, собачки, пюсики. Релакс. Релакс. Мои знакомые места уже я здесь был. Это Соха. Здравствуйте, это Соха. Здесь все дорого-богато. Красиво, приятно. Но жилье здесь позволить себе могут далеко не все. Далеко не все. Едьте, едьте, блядь, и давай. Ага, там дорожная работа. Какие это дорожные работы? Я правильно считаю? КОГОЛОВАНИЯ. Едьте, единым. Могу. Как Text Oiramais. Для нас. 台gin. О, какое красивое здание. MCI. Не знаю, что это такое значит. Бликер стрит. Где у нас тут такое Бликер стрит? Что-то стрёмно ехать. Мы снова на Бродвее. Ну, по-моему, понятно, да? Широкий Бродвей. Здесь в Нью-Йорке есть ещё такие ребята. Они везде такие есть. Я и у нас таких видел, которые на фиксах катаются. Которые вообще без тормозов. В прямом и переносном смысле. У них тормозов нет. В велосипеде вообще от слова совсем. Они тормозят там специальной техникой. Вот иногда с ними стрёмно даже с тачками кататься. Я один раз видел, как чувак просто на всём ходу влетел прямо в бочину в Хонду. Он не успел затормозить. Но потом, надо сказать, взял на своих двоих, встал и поехал. Пока владелец Хонды очень сильно был недоволен этим всем. Красный. Красный. Куда он поехал? Вот это ребята. Я вообще не понимаю, как они ездят. Честно говоря. Так, блядь. Опа. Страшно, страшно, блядь. Сейчас было, сейчас страшно было. И опять страшно. Так, я приехал практически. Брум-стрит. Вот такая прогулочка. Когда я буду вечером возвращаться, я сделаю точно так же. Увидимся с вами примерно через 10 часов. Может быть больше. Возвращайтесь. 66. 83. Всё, I'm here. Возвращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...